Дорогие друзья, дорогие наши студенты, коллеги, все присутствующие, мы рады вас приветствовать в нашем, надеюсь, уютном зале Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Вам здесь уютно? Отлично. А вы знаете, зачем вы сюда пришли? Догадываетесь, отлично. Итак, встречаемся. Сейчас у нас начинается диалог. Вопрос с кем? Генеральный продюсер федерального спортивного канала Матч-ТВ Тина Канделаки. Приветствуем. Добрый день. Очень приятно приветствовать всех в Казанском федеральном университете. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень много сообщений приходило в директе вчера, сегодня. Я слышу радостный смех, это, видимо, те, кто мне писал в директе. Так вот, мне писали в директе, вы приедете, вы нас потренируете или вы только в Москве тренируете? Я говорю, я тренирую везде, куда приезжаю. Поэтому, вы знаете, я на самом деле, конечно, хотела, так как выступление большое, мы с вами будем общаться и работать час, полчаса я буду, соответственно, рассказывать вам о новых трендах в медиа, о том, как быть лидером, о лидерских качествах, о мотивации, о самореализации. Вот. Потом полчаса буду отвечать на ваши вопросы. Но я не знаю, просто так как я честно отвечала в директе, сейчас я не буду переходить к скриншотам, чтобы не терять время тем, кто хотел потренироваться, что я с удовольствием потренирую. Поэтому, добровольцы, welcome on stage, что называется. Итак, выходим. Кто хочет потренироваться? Давайте, выходите, выходите, дорогие. Мужчина, вы такой были симпатичный в жилете, вы дернулись, потом остановились. Выходите, выходите. Идите сюда. Вы, 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 да. Он, да, они без вас никак. Идите, вы нужны мне. Я понимаю, что у вас посланник. Давайте, зовите его, идите сюда. Вы пожалеете, что мы еще с вами так близко не познакомились. Давай. Идите. Кто еще? Бодрые, свежие, хорошенькие. Кто? Это все будет на фотографиях зато. У кого-то, у кого-то в инстаграме польется трафик. Трафик хочется всем. Селфи без очереди и так далее. Так что, мужчина, вы еще пожалеете. Еще желающие? Кто-то еще есть? Девушки, идите, все, все чуть-чуть подвиньтесь. Всем понадобится места немного. Потому что надо будет же удобно встать. Давайте, давайте, давайте. Так, заполняем сцену. Ну, мужик, ну просто вот теряешь многое, честно тебе скажу. Так, все доходим? Давайте быстрее, товарищи, собираемся быстрее. Так, а можно мне динамический микрофон один? Не для меня. Есть динамический микрофон? Динамический микрофон. Угу. Спасибо. Так, все пришли? Все доукомплектовались? Так, еще трое? Так, отлично. Значит, доукомплектовались. Итак, сейчас расходимся все аккуратно. Так, чтобы все могли встать в планку. Так. Давайте, давайте, давайте. Так, аккуратно расходимся. Так, разошлись. Разошлись. Все готовы? Молодцы. Так, можно вот так вот, чтобы всем пространства хватило? То есть просто два на два. Руки вытягиваем вперед. Все руки. И так отходим, чтобы всем хватило, как вы в планку встанете. И так. Так, отлично. Отлично. Дальше. У кого здесь самые прекрасные татарские? У кого самые, у вас самые прекрасные татарские? Значит, у вас самые прекрасные татарские. Вы идете вперед. Отлично. У вас самые прекрасные татарские. Мы встаем в планку все. Мы встаем. А да, да. Да. Серьезно? А как? Ну а что? Ну а почему серьезно? Нет, вы нужны. Вы нужны к вам поручения. Значит, ну а что я встану? А вы не встанете? Нет, не надо держать, зачем же? Так, встали, встали, встановимся Я стала, 41-летняя женщина А вы чего? Вы совсем юные, вперед Вы ложитесь, ложитесь, я сейчас приду Так, смотрите, вот есть роскошные скороговорки на татарском Вы их можете прочитать? Да, конечно Мич, вот понимаете, да, с этого момента Значит, как вас зовут? Лисан Лисан, итак, внимание А что это, я не поняла Так, подвиньтесь, уже места даже нету Уже дайте пролезть Итак, значит, вопрос Товарищи, вы минуту выдержите? Точно? Двигайтесь, точно Итак, вы начинаете читать скороговорки Вы сказали, что у вас прекрасные татарские То есть вы начинаете на прекрасном татарском читать скороговорки И ускоряться Вы можете так? Так, а вы повторяете все скороговорки И вы повторяете все скороговорки И мужик повторяет все скороговорки Погнали? На русском? А почему не надо? Я как раз и на русском закреплю Все надо, пока минута идет Итак, готовы? Погнали? Засекли? Итак, минута пошла Что вы выдержите? Мич башенда, бич мэшенда, бич мэшенда Бич мэшенда, бич мэшенда Так, подождите, вы куда погнали? Я так понимаю, что кроме вас тут татарский Никто так не знает Итак, еще раз, медленно, с выражением Мич башенда Мич башенда Бич мэшенда Бич мэшенда Бич мэшенда Бич мэшенда Бич мэшенда Бич башенда Бич мэшенда Бич мэшенда Бич мэшенда А сейчас все быстро, давайте Мич башенда, мич мэшенда Бич башенда, бич мэшенда Не, у вас как-то не получается. Давайте в моем. Три-четыре. Нормально стоим все или лежим уже? Нормально. Ну погнали. Можем же еще минутку постоять. Так, за мной пошли. Три-четыре. Из-под Костромы, из-под Костромщины. Шли четыре мужчины. Громче. Говорили про торги да про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои. Вы чего дрожите? Вас что дома не кормят? Быстрее. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Так. Поехали за... Вы не ложитесь, я сказала. Три-четыре. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре... Опять. Вам сколько лет, мальчик? Девятнадцать. Вы чем занимались до встречи со мной? Физкультурой. Физкультурой? Вы легли, а я стою. Не стыдно? Поехали. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили про торги да про покупки. Про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки бои? Про покупки, про покупочки мои. Товарищи, надо заниматься. Все вместе дружно ответьте мне. Вы будете заниматься ЗОЖем? Да. Честно? Со мной марафон побежите, казанские? Ну, молодцы. Ладно, аплодисменты вам. Так, чтобы все занимались ЗОЖем, надо держаться. Планка, скороговорки, физическая активность. Они понадобятся в новом цифровом обществе. А почему они понадобятся, я вам сейчас расскажу. Аплодисменты всем волонтерам. Молодцы. С чувством юмора все хорошо, с энергией тоже. Сейчас садимся в зал. Все возвращаемся. Вам надо ускоряться. Как вас зовут? Лисан. Лисан, я помню. Лисан, быстрее надо научиться читать. Хорошо, а можно сфотографироваться? Все сфотографируемся позже. Садимся. Позвольте? Да, если... О, как вас зовут? Сережа Дзин. Сережа, спасибо вам большое. Сережа, вам отдельное селфи. О! Микрофон. Отлично. Так, он мне не нужен, можно его с собой забрать, кому-нибудь отдать. Готовы? Так. Итак, внимание, все расселись. Все расселись. Так, все расселись. Значит, начнем по порядку. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, на самом деле, почему я всегда как бы вначале стараюсь как-то размять аудиторию. Мы живем в обществе, в котором очень сложно будет строить карьеру. Я вот сейчас, собственно говоря, выступала у других молодых ребят на форуме, который организовал МГЕР, и я вот им говорю, вы понимаете, в чем дело? Вы живете, с одной стороны, в уникальное время, а с другой стороны, в очень страшное время, потому что очень многие профессии исчезнут. Вот мы сейчас им учимся, а так как многие крупные компании вкладывают в искусственный интеллект, то когда вы им доучитесь, они могут исчезнуть. У очень многих профессий есть понятный цикл формирования зарплаты, понятный цикл формирования человека по карьерной лестнице, развития, продвижения человека по карьерной лестнице. А появятся профессии, в которых вообще нет этих правил, никто не знает. То есть, условно, профессии врача несколько сотен, тысячелетий, профессии учителя. А появятся профессии, в которых никто не знает, как будет сформирована зарплата. Она может оказаться гораздо выше, чем, условно говоря, зарплата в любой другой профессии. Люди, которые будут мгновенно овладевать этой профессией, они, возможно, будут гораздо более конкурентными и востребованными на рынке, нежели те люди, которые учились каким-то аналоговым классическим профессиям. Поэтому, знаете, я никогда не спорю с теми людьми, которые, например, говорят, я выбрал йогу или я выбрал жизненный баланс. Я говорю, вы знаете, я это уважаю, я толерантна к этому, но так как я человек активный, человек постоянно саморазвивающийся, амбициозный, желающий в профессии двигаться, я считаю, что я в профессии еще даже не прошла половину пути, то любое мое выступление, оно, конечно же, адресовано аудитории, которая хочет активно развиваться, которая хочет активно самообразовываться, которая готова к тому, чтобы мотивировать себя и окружающих людей на дальнейшее развитие вперед. Поэтому, если вы такие, дорогие мои ребята, то, наверное, вам будет со мной сегодня интересно. В любом случае, надеюсь, что это будет полезная встреча. Итак, начнем с самого главного. Я много рассказываю о том, что сегодня информационного потока так много, что мы в этом море просто можем утонуть. Ну, например, вот телеканал Матч ТВ за практически полгода произвел 100 часов уникального контента. Кажется, как много, правда? А вот, например, в интернете каждую минуту появляется 300 часов уникального контента. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть профессиональные люди на профессиональном канале создают контент. Это работа огромного количества людей. Это, правда, очень трудозатратно и трудоемко. А тут появляется 300 часов контента за минуту. В 2000 году, когда появились блоги, появилось 50 миллионов блогов одновременно. И мы дальше не знаем, в каких формах юзеры, пользователи, то есть вы, то есть мы, будем производить контент. Мы сами не знаем, какая сеть появится, какой мессенджер появится. Поэтому, естественно, под этим информационным давлением, находясь постоянно 24 часа, мы должны в первую очередь научиться отвечать себе на самый главный вопрос. Зачем? Зачем я чему-то учусь? Зачем я потребляю эту информацию? Зачем я читаю эту книгу, смотрю этот фильм, слушаю эту музыку? Зачем? Потому что мы с вами перешли из аналоговой сферы в цифровую. Цифровое общество очень сильно, принципиально, радикально отличается от всего того, что было накоплено человечеством веками. Если одну книгу можно было читать недели, потому что тебя ничто не отвлекало, сегодня, чтобы прочитать книгу, одну книгу за месяц нужно произвести над собой усилие. Поднимите руки те, кто читает книгу. Вот сейчас, в данный момент, читает книгу. Отлично. Кто может одну хорошую, вот такую, нормальную, толстую книгу прочитать за неделю? Поднимите руку. Кто может прочитать за три дня? Поднимите руку. Кто читает в месяц такую книгу? Поднимите руку. А кто, например, может... Скажите, пожалуйста, такую вещь еще, что очень важно и интересно. А скажите, пожалуйста, вы соцсети когда обновляли последний раз? За пять минут до того, пока я вышла на эту сцену? Поднимите руку, кто сидел в соцсетях до моего выхода на сцену. То есть, получается, вы сидите в соцсетях все время. Вы вообще понимаете, кто-нибудь понимает, пусть кто-то поднимет руку, кто понимает, что вот он в соцсетях в совокупности по дню сидит, например, не знаю, пять часов. Больше. То есть, вы все время сидите в соцсетях. Вот тем более, если вы все время сидите в соцсетях, я не говорю о том, что это плохо, я не говорю о том, что это хорошо. Я говорю о том, что это должно быть практично. И для того, чтобы это было практично, вам нужно... Теперь я перехожу конкретно к вещам, которые можно записать или запомнить. Ответить на главный вопрос. Зачем? Зачем вы получаете такой поток информации? Зачем вы получаете то или иное образование? Зачем вы совершаете те или иные поступки? Потому что как только вы ответите на вопрос, зачем, мы перейдем к следующему пункту. Вы должны понимать, что на вопрос, зачем, ответить, вы должны перейти к исполнению той цели и задачи, которую вы перед собой поставили. Здесь возникает два важных понятия. Как вы будете это делать? И если вы знаете, как вы это будете делать, то вы, наверное, согласны со мной в том, что ваша жизнь не предопределена. Вы можете изменить собственную жизнь в каждую минуту, в каждую секунду своей собственной жизни. Плюс, безусловно, наша жизнь будет все время меняться, потому что ее будут менять технологии, о чем мы тоже поговорим. Третье. Конечно же, в современном мире, когда мы несем социальную ответственность ежесекунду, мы порой этого не понимаем. Я когда выступала, мы потом после выступления разговаривали с Володей Леоновым, министром спорта Татарстана, и он говорит, слушай, ну вот ты сформулировала эту вещь, она такая точная, мы про нее даже не задумываемся. Раньше, например, чтобы быть социально ответственным, нужно было пройти большой путь. То есть вот я журналист, я понимаю, что меня показывают по телевизору, я понимаю, какое количество людей слышит мое слово, я должна нести ответственность за свое слово. Сегодня этические нормы и культуры поведения в соцсетях и мессенджерах еще не сформированы. Все равно мы постим, что попало, мы не думаем, что мы постим, мы не думаем, что наше слово, какое влияние наше слово может оказать на аудиторию, и, естественно, порой очень критически относятся к тому, как чужое слово влияет на нас. Поэтому третье, что очень важно определить, какое количество человек вы реально, в реальной жизни можете выделить и сказать, вот за этих людей я несу ответственность, за коммуникацию с этими людьми я несу ответственность, за слово, которое я говорю этим людям, я несу ответственность. Я стараюсь не воспитывать, это неправильное слово, сегодня менторство уже не так актуально в современном мире. Вы можете воспитывать меня, я могу воспитывать вас. Вы самообразовываете меня, вы стимулируете меня самообразовываться, я надеюсь, что я могу стимулировать вас самообразовываться. Поэтому очень важно выделить количество людей, которых вы можете вдохновить и за которых вы можете взять ответственность. И четвертое, безусловно, критика. Меня очень часто спрашивают, вот почему я до сих пор не могу угомониться? Ну, казалось бы, мне давно можно было угомониться и успокоиться. Я могла бы, наверное, делать репортажи, я могла бы, наверное, вести передачи, я могла бы, наверное, не интересоваться рэп-культурой, я могла бы, наверное, не вести соцсети, я могла бы, наверное, просто быть мамой двух детей, и в конце концов, рано или поздно, причём в ближайшем будущем, я вполне себе, наверное, могла бы быть бабушкой. Но я даже не могу себе это представить, потому что критика, которая меня всю жизнь окружала, оказала на меня неизгладимое впечатление. Сегодня, будучи взрослой женщиной, я точно могу сформулировать и сказать, что критика и есть королева конструктивных изменений, потому что думающего человека, здравомыслящего человека критика всегда толкает на движение вперёд. А теперь, если позволите, я перейду конкретно ко всем пунктам, пройдусь по ним, у нас с вами будет, соответственно, минут 20 где-то, после которых перейдём к вопросам, чтобы было интереснее. Итак, поднимите руки все, кто считает, что во всех своих проблемах виноват он сам. Кто считает, что вау? А кто считает, что не он виноват, судьба, обстоятельства, злобные соперники и конкуренты? Кто так считает? То есть все честно считают, что если что-то происходит не так, то, соответственно, проблема в вас. Это прекрасно, кстати. Мне очень приятно работать с такой аудиторией. Значит, получается, что если вы считаете, что в любой своей проблеме виноваты вы, в любом своём поражении виноваты вы, то это очень здорово, потому что вы, только вы, пройдя через поражение, пройдя через критику, пройдя через проблему, пройдя через то, что у вас что-то не получилось, можете сделать шаг вперёд. Важно не жалеть себя. Вы знаете, это очень тяжёлый переход из юной жизни, молодой жизни, когда ты безответственен, во взрослую жизнь, которая может начаться в любую минуту. Взрослая жизнь может начаться и в 14 лет, когда ты берёшь на себя ответственность, о которой я говорила выше. Переходя в эту жизнь, безусловно, ты понимаешь, что ты берёшь на себя ответственность, и, соответственно, ты можешь изменить свою жизнь в любую минуту. Вот, например, кто-нибудь здесь верит, в этом зале, что он совершит невероятное открытие, не знаю, придумает следующий Facebook и перевернёт мир. Вот кто верит в свой гений? Раз, два, то есть три человека, вы так, полугении. То есть или так, или так. Латентный гений. Это вы сказали, не я, заметьте. Но вот посмотрите, вы находитесь в том возрасте, когда, собственно говоря, совершаются все самые великие открытия. Вот я сейчас не шучу. Вы понимаете, что такое опыт? Вот чем разница между 20-летним и 40-летним? 40-летний за 20 лет уже набил шишки. То есть ты считал, что, допустим, победишь на конкурсе красоты, потом ты начинаешь понимать, что ты ему вообще не соответствуешь. Ты считал, что ты придумаешь гениальный стартап и заработаешь миллионы. Потом ты понимаешь, что да, стартап придумал, но миллионы никто не дал. Ты считаешь, что, условно, ты придумаешь таблетку от бессмертия, и потом ты понимаешь, чем старше ты становишься, что бессмертия нет, и смерть рано или поздно наступит. Но всё это происходит после, условно, 20-25. Вы ещё находитесь в том возрасте, когда человек абсолютно не должен быть ограничен вот тем последующим опытом, который говорит вам, вы не будете гением. Каждый из вас может стать гением. И поднимите сейчас руки все, потому что я хочу, чтобы вы навсегда запомнили этот момент. Каждый из вас может стать великой актрисой, великим журналистом, великим продюсером, великим интерпренёром. Вы можете реально стать лучшими в своей профессии. И поднимите руки на мой вопрос. Кто здесь себя считает гением? Вот так. И запомните это на всю жизнь. Знаете, как оставаться актуальным всегда? Это очень важный тоже тезис, потому что воспринимать, анализировать, перерабатывать, продуктивно использовать информацию будет очень важно. Мы живём в мире, в котором, ещё раз повторюсь, конкуренция будет только увеличиваться. Я вот сегодня, когда рассказывала ребятам про будущее, я люблю всяких футурологов, и они пишут, что мир вообще станет умным. Вот как мы, например, сегодня не замечаем, что есть интернет, то есть он на автомате в нашей жизни присутствует, и мы уже не думаем даже, что где-то куда-то надо присоединиться, что-то сделать, когда-то куда-то прийти. Он просто есть. Так и искусственный интеллект, он будет вживлён во всё. Стирка будет умной. Одежда будет говорить в стиральной машине, какой режим нужно выбрать, чтобы её не испортить. Маркетинг будет очень интересно развиваться, потому что, например, в зависимости от количества ваших пользователей, к вам реклама будет приходить на основе коэффициента вашего влияния на аудиторию. То есть на вас будут конкретно тратить каждый доллар, считая, у вас 14 тысяч подписчиков, 145 тысяч подписчиков или 2. Если 2, то значит на вас, может, и доллары не стоит тратить, потому что у вас 2 человека. Или же искусственный интеллект будет анализировать, может, эти 2 человека, не знаю, Ларри Пейдж и условно говоря, Павел Дуров, и тогда на вас точно стоит потратить много денег, потому что у вас 2 очень крутых подписчика. Таким образом, очень много чего станет умным. Ну, например, самое такое удивительное для меня, я ещё помню игрушки, я про них сегодня рассказывала, была такая сова, то есть первая такая, у вас у всех была эта сова, да? Помните, я говорю, здравствуй. Я говорю, здравствуй, Тина. Я помню, мы просто обалдевали от того, что она говорит, здравствуй, Тина, или я кодировала имена своих детей. Игрушки будут умными. Они будут не просто разговаривать с нашими детьми, они будут учить их говорить, они будут учить их писать, они их будут учить читать. И всё это произойдёт в ближайшее время. Мы даже не успеем заметить, как мы к этому перейдём. Поэтому в этом потоке огромных умных вещей происходит самое страшное. Технологии возникают быстрее, мы их придумываем быстрее, чем мы к ним успеваем адаптироваться. Понимаете? Поэтому вам очень важно будет быть актуальными, саморазвиваться и учиться. Я эту мантру буду повторять, не переставая. Вы когда-нибудь меня обязательно вспомните и повторите эти слова, когда вы поймёте, что вдруг неожиданно вы стали работать, а что-то роботизировалось. Вы были на работе, у вас была ежемесячная зарплата, вам сказали, слушайте, а нам уже не надо такой большой фото, мы его подсократим, а вы давайте на удалённом доступе начнёте работать. И вообще давайте мы перейдём с вами на почасовую оплату, потому что когда вы нам будете нужны, мы вас будем нанимать. Это произойдёт достаточно быстро, поэтому в этом потоке, я думаю, что вы меня услышали, и вы будете, даже закончив университет, постоянно учиться, постоянно обновлять свои знания, потому что только на основе вот этого правила в жизни чего-то можно будет добиться, если, конечно, вы будете жить в цифровом обществе. Предопределённость. Я про это хотела бы сказать несколько слов. Простой тезис, я его всегда повторяю. Если жизнь, а вы вообще как считаете, жизнь предопределена? Кто считает, что она предопределена? Ну, слава богу, у вас, товарищи, меньшинство. Вот, ну как она может быть предопределена? Но мне когда говорили, жизнь предопределена, мне говорят, уедешь из Грузии, приедешь в Москву, ничего из тебя не получится. Я говорю, а почему? А потому что миллионы уезжали, там, ну, не знаю, тысячи уезжали из разных региональных в то время республик молодых стран в Москву, и ничего у них не получалось. И что? У большого количества людей в жизни что-то не получилось. Но обязательно получится у вас, если вы будете хозяином своей собственной жизни. Простите за эти пафосные слова. Когда вам кто-то говорит, жизнь предопределена, дайте график, дайте последовательность событий, что, зачем произойдёт, и каким образом ваша жизнь предопределена. Ну, то есть предопределено одно, финал, это понятно, все умрём рано или поздно, желательно, как можно позднее. Но всё остальное можно менять любую минуту. Я обожаю эту историю. Бабушка и дедушка, 83-85, развелись. С формулировкой «пора начать жить для себя». Она пошла заниматься танго и постит всё это в Инстаграме. Он уехал в кругосветное путешествие. 83-85, пора начать жизнь с начала. Хотя 83-85, по нашему пониманию, жизнь уже предопределена. Поэтому в любом своём возрасте вы сможете абсолютно точно, беря на себя ответственность, ответить на вопрос, предопределена ваша жизнь или нет. Конечно, нет, если вы берёте за неё ответственность. И, конечно, да, если ответственность за неё, вы не берёте. Важно тоже, так как я много говорю про информационный поток, обратить внимание на несколько лайфхаков. Ну, первое. Есть такое правило Эйзенхауэра, матрица Эйзенхауэра. Не все важные дела срочные, не все срочные дела важные. Два правила, запомните или запишите. Правило первое. Понятно, что вы всегда везде находитесь с телефоном. Когда спите, телефон рядом. Поднимите руки, кто спит без телефона. В смысле, телефон в другой комнате. Поднимите руки, когда телефон в другой комнате. Я вас понимаю, мы же ровесники, но у меня он всё-таки рядом. То есть у вас он в другой комнате. У вас ещё тот телефон аналоговый, который звонит. Как для звука выключить нельзя, понимаете? То есть они-то вам, вам, наверное, как и мне, плюс 40, правильно? Чуть больше? Меньше? Да ладно. И вы ещё помните этот телефон. Но вы понимаете, что вы вообще помните этот телефон? А вы понимаете, что у него звук нельзя было выключить? Что только из розетки можно было выдернуть? И вы понимаете, что мы даже не заметили, как мы сами теперь регулируем, хотим мы слышать звонок или нет. И телефон может быть там, где мы хотим. Он мог бы быть в другой комнате, но здесь, кроме вас, нет ни одного человека, у кого телефон в другой комнате. То есть у всех он рядом. Вы живёте в общежитии, и у вас там есть стационарный телефон? Я хочу вам сказать, я выросла, у меня разные в жизни были случаи. Я и в одной комнате жила, и в полукомнате жила, и где только я не жила. Теперь я живу в большой квартире, я старше вас, но телефон тоже всегда со мной в одной комнате. В этом весь ужас, понимаете? Поэтому я бы хотела сказать, что вам необходимо всё-таки учиться тайм-менеджменту. Вы должны делить все свои дела на три вида. Первые дела – это срочные, неотложные. Вы должны себе это записать, вы должны себе поставить это в график. Это то, что вы должны сделать сегодня, здесь и сейчас. И обязательно вечером провести анализ. Все ли свои дела вы сделали, взяли ли вы на себя ответственность, сумели ли вы до конца довести начатое дело? Вторая группа дел – срочные, но не важные. Не сегодня, но обязательно. Третья группа дел – не срочные, не важные. Если вы все свои дела будете группировать по этим трем принципам, то у вас обязательно первая группа, так как каждый день вы будете делать срочные и важные дела, будет, соответственно, сдвигаться. Дальше срочные, но не важные дела будут переходить в первую группу, а, соответственно, третьи дела будут переходить во вторую группу. Пожалуйста, запомните это правило. И правило 25 минут – очень полезное. Так как все равно в той или иной степени вы все находитесь все время с телефоном, я всегда привожу пример. Вот я себя приучила, так как я люблю многофункциональность, многозадачность. То есть я поняла, что в какой-то момент кино я смотрю с телефоном, читаю я с телефоном, и что-то я точно делаю не очень хорошо. То ли я на телефон не очень хорошо отвечаю, то ли я читаю не очень хорошо, то ли я кино смотрю не очень хорошо, то ли я на телефон, на смс-ке отвечаю не очень хорошо. Поэтому правило простое. Три раза по 25 минут вы просто убираете телефон. Просто 25 минут этого телефона с вами нет. И вы или читаете, вы или пишете, или слушаете музыку. Я не знаю, сможете ли вы сразу перейти к этим трем паузам в своей жизни, ежедневной жизни, но даже если один раз в день у вас будет 25-ти минут на детокс, то вы поймёте, что то, что вы делаете в 25 минут, которые вы сидите без телефона, вы начали делать качественнее. Я это заметила на себе, проверено на себе, поэтому очень рекомендую. Следующий пункт. Я говорила про количество людей, ответственность за которые вы можете взять на себя. Очень важный отрезок, потому что очень тяжело вообще в современном мире брать ответственность за других людей. Вообще вы себя ответственными людьми считаете? Поднимите руки, кто считает себя ответственным человеком. Все ответственные. Вот вы вдвоём в белом, я вижу, вы признали, что вы неответственные, безответственные. Ну и хорошо. Она ответственность никуда не денется, она всё равно рано или поздно придёт. Что нужно делать? Помните, в первую очередь, о психологической безопасности. Почему я про неё хочу сказать? Понимаете, в чём дело? Я всегда говорю, человек человеку контент, человек человеку СМИ. Вы меня снимаете, я вас сейчас начну снимать. То есть мы всё время обмениваемся информациями. Вот этого постоянного цифрового потока не было. Я сегодня рассказывала о лайфлогинге. Есть такое направление, собственно говоря, которое привело к появлению Google очков. Но потом по определённым обстоятельствам Google очки как бы перестали быть актуальными, но они вернутся. Я не знаю, видели или нет вы сериал «Чёрное зеркало», но если вы не видели, обязательно его посмотрите. Видели? Да. Ну там нас 10 человек, я так понимаю, кто видел. Вы тогда тем остальным, кто не видел? Ну поднимите руки. Хорошо. Кто его видел? А те, кто не видел, посмотрите. Там нам всё рассказывают про будущее. Собственно говоря, Google очки в любом случае вернутся в какой-то форме. Почему они вернутся? Потому что у нас появилась потребность производить постоянный фотопоток. В «Чёрном зеркале» про спойлю уже тогда есть очень хороший момент. Условно говоря, я стала профессиональным журналистом. Я брала интервью у людей, и люди брали интервью у меня. А сегодня мы движемся в сторону того, что мы хотим записывать всю свою жизнь, для того, чтобы потом её перематывать и смотреть фотографическим способом, видеоспособом, конечно, всё, что мы делаем. Вот вы сейчас меня увидели. То есть вы приходите, условно говоря, домой, нажимаете на какую-то кнопочку, пересматриваете всё интервью со мной, останавливаетесь на нужных вам моментах. Всё это снимается в 360. То есть вы ещё смотрите на мою реакцию, на поведение моё мимическое, на поведение, условно говоря, людей, кто сидел в первом ряду. И с разных точек можете на это посмотреть. Это всё будущее, которое наступит очень быстро. Поэтому первое – необходима психологическая безопасность. То есть вы должны научиться, естественно, ранжировать информацию, понимать, какая информация вам полезна, какая информация вам нужна, какую информацию про себя стоит производить. Как говорится, пока голова руке команду даёт, вы до 10 посчитайте. То есть может, эту информацию не надо производить, может, она непроверенная, может, это просто информационный мусор. Мы все часть белого шума. Вы должны понимать, что если вы хотите быть уникальными, если вы хотите быть гением, вы не можете быть частью белого шума. Ваша интонация, ваш голос должен быть уникальным. А для этого надо 10 секунд подумать, прежде чем голова руке даёт команду что-то постить. Дальше – защита от информационной агрессии. Конечно, это серьёзная проблема, потому что сеть вызывает одиночество. И, естественно, большое количество людей, пользуясь анонимной возможностью, многое говорит из того, чего она, наверное, в обычной жизни никогда не сказала. Вы порой бывают очень приличные люди, вы знаете. То есть на разные, условно говоря, гадкие комментарии иногда вдруг отвечаю, и люди говорят, ой, я не думал, что вы ответите. Я говорю, а почему вы решили, что так нужно привлечь моё внимание? А потому что я просто решил, что, например, как бы негативным комментариям я быстрее привлеку ваше внимание. Я говорю, конечно, привлекли, но просто я к вам пришла объяснить вам, что вы нормальный человек, вы могли бы по-человечески что-то спросить. Культура. Эту культуру формируем только мы. Формируйте культуру вокруг себя. Старайтесь, когда даже вам очень хочется, в анонимном качестве. Я никого сейчас не спрашиваю, кто кому... Хотя спрошу, вы гадости кому-то писали, поднимите руки. Кто писал кому-то гадости? Анонимно. Анонимно. Но вот один мужик честный. Сейчас не будет анонимно просто. Анонимно будет всегда, поверьте мне. Система будет саморазвиваться. Анонимность будет всё время убегать от развития системы, а система будет догонять анонимность. Знаете, я хочу вам сказать одну простую вещь. Постарайтесь, в первую очередь, вот здесь абсолютно правильно я заметила, когда я сказала, кто писал гадости, ряд людей сразу же подняли руки. А потом говорю, анонимно, они руки опустили. Вот я бы вам посоветовала, вы уж извините, в данном случае не конкретно к вам, но в целом. Вот вы когда что-то хотите написать анонимно, а вы попробуйте от своего имени написать. И тогда вы десять раз подумайте, что и как вы пишете, насколько ваша критика конструктивна, насколько стоит эту гадость написать. А может, не стоит, потому что это всё возвращается. Поэтому я бы хотела вам сказать, что критикуя других, мы, естественно, являемся объектом критики сами. Будучи объектом критики сами, мы должны стараться сохранять баланс. На фоне этой информационной агрессии баланс внутри себя, баланс, позволяющий нам не отступать от собственной мотивации, баланс, позволяющий нам не отступать от собственной цели, баланс, позволяющий нам не отступать от инструментов, которые мы себе сформулировали для достижения этой цели. И помните одну простую вещь. В этом цифровом обществе мы все можем быть одним облаком. Можем. Но в этом облаке всегда будут слышны именно те голоса, которые создали свою собственную уникальную интонацию. Моё время отличается от вашего тем, что в моё время мы не могли сами создать интонацию. Мы были продуктом жизнедеятельности продюсеров. Всё было продуктом жизнедеятельности продюсеров. А сегодня продюсеры не нужны, потому что свою собственную интонацию каждый из вас может создать сам. Это будет самое сложное. Это то, что никогда не смогут сделать роботы. Это самый креативный процесс в будущем. Но доступен он будет качественно только тем, кто будет учиться. Спасибо большое. Все, волонтеры, здравствуйте. На любой вопрос отвечу. 30 минут с вами. А вы знаете, кто возьмет микрофон, тому я отвечу. То есть у меня все без регламента. Вопрос здесь, на лестнице. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь, здесь, здесь. А, вы его отжали? К сожалению, да. Отлично. Вот это конкуренция, понимаете, информационная. Меня зовут Егор. Я представляю молодежный медиапроект Include. И если можно, у меня одно уведомление и один вопрос. Давайте. Первое уведомление. У вас на ногах замечательной кроссовки Adidas. К сожалению, не успел рассмотреть модель. И... Сминт. Heaven. Heaven. Так вот, вы как-то проговорили, что подписаны на канал Сникер Мани в Телеграме. Да, вы оттуда? Да, я оттуда. Да ладно. Вы шутите? Я, к сожалению, читатель, но я транслирую вам просьбу автора. А я знаю, он мне уже написал. Все, супер. Значит, отлично. Здесь просто сидит руководитель моей пиар-службы и смотрит на меня. Я обещаю на канал, у него 3000 подписчиков. То есть, условно говоря, я к нему приду, и, естественно, он хайпанет на мне. Но передайте ему, что я не знаю, как насчет вопросов, но он мне точно очень симпатичен, потому что он очень сильно поддерживает молодежную культуру. И я правда признаю, что очень многие кроссовки купила благодаря этому каналу. Хорошо, я его передам. И вопрос еще второй. Как вы считаете, Леонид Парфенов – это больше потеря для телевидения или находка для Ютуба? И, опять же, под вопрос, зашел ли бы такой формат, который сейчас он делает на Ютубе, на телевидении сейчас, в наши дни? Отвечаю вам. Вчера как раз смотрела последний выпуск Парфенона. Он находка для Ютуба абсолютно точная. То есть, он обрел новое дыхание и новую жизнь. Он, наконец-то, позволил себе все то, чего нельзя делать на телевидении, потому что на телевидении есть правила. Я вижу хронометраж разговора в разных блоках. Он абсолютно идет, исходя из своих эмоциональных ощущений, а не исходя из того, что у передачи есть 25 минут, и нужно закончить в 25 минут. То есть, Леонид Парфенов впервые играет и работает в жанре, выступает в жанре, когда формат и есть Парфенов. Вот сколько Парфенову есть, о чем-то сказать, столько он и говорит. Поэтому мне очень нравится это все в интернете. Вот я с удовольствием. Ну, наверное, вы вряд ли, вы моложе меня. Я так как бы помню Леонида Геннадьевича по программе «Намедни», помню Леонида Геннадьевича по его документальным фильмам, помню Леонида Геннадьевича лет 20. Хочу вам сказать, что то, что я вижу на Ютубе, это очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Теперь уже моя очередь, надеюсь, наступила. Меня зовут Лола. Во-первых, спасибо большое, что посетили Казань сегодня. Во-вторых, нельзя отрицать, что вы вели моду на личные бренды. И я, как представитель бренда «Визит Татарстан», хотела бы вам вручить такой подарок. Спасибо. Который вы, возможно, сможете поносить на тренировки. Спасибо. А там спортивная форма. Там еще много всяких прикольных ништяков, в том числе и бутылка для воды, значки. Слушайте, ну это правда дико модно, очень круто сделано. Можно я вас прорекламирую? Я хочу сказать, что вот в Казани все-таки очень трепетно относятся к собственным паттернам. Вот даже здесь я вижу свои собственные паттерны с одной стороны, а с другой стороны очень классное качество. Так, вот, и такая вот модная штучка. Я люблю, конечно, попить водичку, когда бегаю. А сейчас начинается сезон бега, поэтому даже к моему сегодняшнему наряду этот рюкзак очень даже подошел. Спасибо вам большое. Удачи у вас в бизнес. Ну, практически. Мы производим их сами. Да, ну то есть вы их продаете или только дарите? У меня желающих масса в Москве. Если вы дарите, все приедут за подарками. И у меня вопрос. Как все-таки развивать региональный бренд? Вы знаете, спасибо большое за вопрос, но вот вы, собственно говоря, его и развиваете. Вот так и развивать, если коротко ответить на ваш вопрос. Вы делаете для бренда больше, чем очень многие регионы, которые, собственно говоря, не могут вычленить из себя свои аутентичные бренды. Я как раз ввела большую панель про брендов в Калининграде, если я не ошибаюсь. У меня уже просто калейдоскоп городов. И мы там как раз говорили, что очень многие свои бренды, они требуют обновления. Например, там, условно говоря, от платков там до хохломы. То есть мало кто где может из этого выстроить линейку, которая будет, будучи масс-маркетом, продвигать бренд в люди. Понимаете? Начиная от тульского пряника, заканчивая, условно говоря, платками разными. Поэтому у вас в Татарстане, насколько я знаю и насколько к этому имело отношение, очень много вот этой молодой энергии разных небольших агентств, разных небольших стартапов, которые вот берут эти паттерны и развивают, пытаясь поставить на промышленный поток. Я вам желаю удачи. Ответ очень простой. Чтобы такие, как вы, не останавливались, таких, как вы, было как можно больше, используя вот этот аутентичный национальный паттерн, вы делали простые бытовые вещи, которые становятся частью жизни. Рюкзак, стакан для воды, резинка какая-то. То есть это все дает возможность человеку жить с брендом, а значит продвигать регион. Спасибо большое. Спасибо. А можно сразу вопрос, да? Меня зовут Рушан. Вопрос следующий. Пользуетесь ли вы телеграммом? Я здесь. А, здравствуйте. И вообще ваши прогнозы по поводу телеграмма в России? Во-первых, мне неприятно, что вы задаете этот вопрос. Значит, вы не подписаны на мой канал. Нет, вопрос вообще в другом. Нет, вопрос в этом, вы подписаны или нет. Нет, не подписаны. Я подпишусь сегодня. Знаете что, вот подпишитесь и прочитайте, там все написано. Хорошо. По вашему вопросу. Как вы не подписаны? Вы где живете? В каком веке? У меня почти 28 тысяч подписчиков, вас как раз и не хватает. Вот вы к тому, что очень много информации, то есть приходится... Вы что, может быть, вы еще и в Инстаграме на меня не подписаны? Подписан. Ну, слава богу, хоть как-то, хоть 50% улучшил о себе представление. Срочно заходите. Вот же я. Вот как вы так можете. Вот я. Вот. Посмотрите, шикарный же канал. Посмотрите. Вот. Вот я в Татарстане. Вот пишу. Вот с Рустамом Нургалевичем. Вы что? Я видел, видел. Вы в телеграмме. Конечно. Вот идите туда. Все. Ну и вопрос в продолжении. Раз мы с вами затронули историю с телеграммой. Прорвались. Да. Вы, слава богу, подписаны. Ну, конечно. Ага. Раз затронули историю с телеграмм-каналами, большое влияние в республике в целом стране анонимные телеграмм-каналы сейчас стали оказывать. Я думаю, вы это прекрасно знаете. Вы, собственно, были героями публикации некоторых. И мне хотелось бы поговорить, раз вы говорили про анонимность, вот эта развращающая анонимность. Как, во-первых, этот феномен анонимных телеграмм-каналов вообще, на ваш взгляд, влияет в целом на медиасферу в целом, на страну, на политику ее, на какое-то общественное, возможно, мнение. И как вот эта история с анонимной, развращающей анонимностью вообще может быть закончится? Всегда же в голове надо понимать, что анонимность, она конечна. Всегда тебя рано или поздно раскроют в 21 веке. Вы сами ответили на свой вопрос. Вот я вас слушала, мне интересно было, к чему вы придете. Конечно, анонимность, она же везде. То есть анонимность не началась в телеграмм-каналах и не заканчивается в телеграмм-каналах. Она может быть в ВКонтакте, она может быть в Фейсбуке, она может быть в Твиттере. То есть мы должны понимать то, что я сказала, что человек придумывает технологии, разные технологии, в том числе технологии, позволяющие сохранить анонимность быстрее, чем люди адаптируются к этим технологиям. И этот процесс не остановить. В современном мире, как мне кажется, опять-таки я читаю у футурологов, сложно что-то запрещать. Надо просто всему обучать. И культуру поведения, этику поведения в соцсетях, в мессенджерах, реально на самом деле ее вводить в определенный, пусть минимальный обучающий курс для людей. И вы справедливо, вы умный молодой человек, вы же правильно сказали, что нет анонимности. Вот хотите просто, чтобы вы понимали, например, я не знаю сейчас, если найду, я специально думала, точно зададут ребята вопрос, и себе просто сделала пометки, например, как в Америке следят за гражданами. Вот просто, чтобы вы понимали, из каких только ресурсов. Вот, например, сейчас, если позволите. Нет, к сожалению, только на телефоне могла бы. Короче, там ситуация следующая. Там просто начиная, условно говоря, от того, что ты устанавливаешь дома, умный дом, заканчивая от того, что ты отправляешь корреспонденцию. То есть там все хранится в облаке. Ну, то есть просто все. А с введением искусственного интеллекта, как вы понимаете, этот процесс просто будет настолько прозрачным. И наоборот, надо психологически всем, власти, гражданам, людям, готовиться к тому, что мир будет все более и более прозрачным. Поэтому для меня самое главное – это проверка информации и достоверность. Я все-таки журналист из аналоговой сферы. И я верю в то, что даже в будущем при наличии огромного количества технологий анонимно, естественно, вести разные информационные войны, на это всегда будут появляться ответные технологии, когда все эти люди, все эти организации, это всегда происходило. Вы знаете, ничто не ново под луной. Были революционеры. Понимаете? Были тайные общества. Это все уже было. И все равно всех находили. И технологии таким образом не скроют людей, потому что за этими технологиями находятся реальные живые люди. Если, конечно, это будет искусственный интеллект, который будет генерить через алгоритм огромное количество каналов, но это будет сложнее. Но, скорее всего, это люди. Поэтому вы абсолютно правы, вы правильно сказали. Рано или поздно все равно все находятся. А влияние анонимных каналов? Влияние, агрессия, безусловно, это часть информационного общества. Вы поймите правильно, ну, как вам сказать, орудие труда, которое по теории Дарвина из обезьяны сделало человека, стало одновременно орудием убийства. Вы же это тоже понимаете. То есть кто-то берет в руки iPad и читает, а кто-то сейчас подойдет и даст по голове этим iPad'ам. Вы же это понимаете? А когда государственная власть с помощью анонимных каналов сводит с кем-то счет, как вы к этому относитесь? Вы знаете, здесь нужны факты. Я журналист. Я уже давным-давно на такие провокационные вопросы не поддаюсь. Потому что, знаете, я всегда говорю, есть официальные источники. И есть, собственно говоря, факты. Это как то, что сейчас происходит в Америке. То есть без суда, без следствия. Или Великобритании, понимаете? То есть очень многие политические дела, когда без суда, без следствия обвиняют целую страну. Когда с нашим спортом это, вы знаете, происходило, и мы с вами обсуждали, без суда, без следствия. Я везде, знаете, как в классической журналистике 20 века, а еще лучше в гонзо-журналистике Тома Вулфа было принято, за конкретные факты. Вот есть факты, есть анонимный канал, заказчик этого анонимного канала, конкретный чиновник. Значит, надо этого чиновника найти, этот чиновник должен ответить. И он ответит рано или поздно, поверьте мне. Но для этого нужны факты. Не домыслы, не слухи, а конкретные факты, подтверждающие. Как история с журналистками и с господином Слуцким. Очень простая. Вот вам конкретный кейс, когда есть диктофонная запись и когда есть показания трех живых человек. Тут уже как бы невозможно отказаться, правда же? Вот если есть диктофонная запись и есть конкретные показания людей, то флаг вам в руки, это будет суперкейс, который будет обсуждать вся страна. Добрый день. Добрый день, Тина. Меня зовут Надир. Я слежу за вами давно. Я думаю, как и многие. Я здесь. А сколько вам лет просто интересно? Мне 26. Я хотел сказать, что... А давно это сколько? Давно. Ну, с передачи «Самый умный». Я думаю, как и многие здесь. Вот. Добрый день. Так вот. Соответственно, у меня вопрос про школьников, а конкретно про умную школу. Лично я слежу за проектом давно, еще с момента идеи, когда вы анонсировали эту идею. Вопрос по нынешнему состоянию. То есть сейчас часто посещаю сайт. Ну, во-первых, новости не так часто появляются. И не совсем понятно вообще, что происходит. Когда... Ну, первый вопрос. Какие вообще последние новости об умной школе? Что произойдет? И так как многие здесь студенты, вопрос второй. Если у тебя есть такая идея, вот как умная школа, ну, миллиардов на пять, на шесть, куда обращаться, куда идти, кроме каких-то федеральных министерств, подведомств, я не знаю, ну, и так далее. Я думаю, вы поняли. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я со второго быстро начну вопрос, чтобы было понятно. Есть, например, я не помню, просто пытаюсь вспомнить название, потому что два моих товарищей, Давид Ян и Рубен Варданян, как раз инвестировали в эту школу в Армении. Там есть замечательная, так называемая, boarding school, где просто одни из лучших специалистов преподают. Всегда, вы понимаете, есть образование государственное, есть образование частное. То есть здесь идет о какой-то идее для частного предпринимательства, ну, что вам делать? Вам нужно делать как бы стартап, вам нужно делать презентацию, и вам нужно эту презентацию доносить до людей, которые захотят по той или иной причине инвестировать в эту школу. Ну, например, мы с вами находимся в Татарстане. Например, кому-то хочется, чтобы его ребенок учился по индивидуальной программе, при этом его готовили все равно к ЕГЭ, при этом, например, ну, вот я была в свое время, знаете, был потрясающий, девчонка играла в самом умном, рыженькая, помните, которая меня переговорила, из пансиона военного. Был военный такой пансион для девчонок в Москве, но у них там было огромное количество доп. дисциплин, включая то, что они, например, учились быть наездницами. То есть фантастический пансион. Ну, то есть он, правда, под руководством, соответственно, Министерства обороны России. Они покровительствовали, они, собственно говоря, ввели этот пансион. Опять, много есть разных форм. То есть если есть классная идея, у вас очень открытое руководство. В этом смысле, как вы понимаете, до вашего руководства достучаться легче, чем до любого другого руководства. Есть гениальная идея. Рассказывайте про нее вслух, вас точно услышат. А что касается умной школы, умная школа имеет свою администрацию, имеет свой сайт. Почему же? Там есть потрясающий лидер проекта Марк Сартан, который как раз ведет и всю теоретическую, всю академическую часть. Если вам проект интересен, да, Марка Сартана, я помогу вам дозвониться легко, он вам все расскажет. Спасибо, договорились. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Амирлан. Здравствуйте, Тина Геевиевна. Здравствуйте. Меня зовут Амирлан. У меня такой вопрос. Возможно, он покажется провокационным. Не надо меня все время успокаивать. Задавайте. Так, у меня про выборы. Давайте. Если не секрет, за кого вы проголосовали и как вы отнеслись к тому, что Ксения Анатольевна Собчак выдвинула себя в кандидаты? Очень хорошо отнеслась. Я много раз, кстати, на этот вопрос отвечала. Вы не видели? Нет. Я подписан на Инстаграм. Позитивно. Позитивно очень. Вы знаете, чем больше кандидатов, тем лучше. Я считаю, что всех нужно допускать до выборов. Кто в силах собрать количество подписей, кто в силах собрать команду, кто в силах создать программу. Это прекрасно, мне кажется. А за кого я голосовала, мне кажется, я и не скрывала. Я голосовала за единственного человека из этих кандидатов, который при прочих равных, при тех геополитических вызовах, которые стоят перед нашей страной в мире, может реально руководить нашей страной. Мне кажется, вы голосовали? Да. Хайповали или голосовали по делу? Голосовал по делу. Ну тогда, получается, вы и я голосовали за одного и того же кандидата. За... Ну я понял. Да, я понял. Стоп, у меня еще вопрос. А как... Какие у вас сейчас отношения с Ксенией Анатольевной? Вы знаете, очень хорошие. Они такие регулярные, постоянные, ровные, лет семь. Когда, знаете как, ты понимаешь, что вот ты общаешься с человеком, вот то, о чем я вам говорила, ты уже про него все знаешь, и он про тебя все знает. И в принципе уже вместе делать нечего. Вот это такие очень ровные, стабильные отношения, регулярные. Понятно. Спасибо большое. Здравствуйте. Я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам огромное, что приехали к нам. Меня зовут Александра, и я журналист-печатник. У меня такой вопрос именно касаемо журналистики. При подготовке к беседе к каким-то известным политическим деятелям или деятелям культуры всегда вопросы идут под согласование. Я как журналист могу во время беседы задать вопрос вне согласования, если считаю его действительно важным и острым. И если уж вопрос был задан, удалось получить его ответ, развернув, на этапе согласования, как его сохранить. Потому что часто вырезают. Ну, это называется, собственно говоря, профессией. Вы абсолютно правы. Я миллион раз так делала, когда я работала журналистом. Конечно, были согласованные вопросы. И, конечно, я всячески пыталась задать тот самый вопрос, который ты чувствуешь, сделает это интервью, цитируем. Дальше начинается привычная всем война с пресс-службой, которая просит вырезать этот вопрос. А ты убеждаешь и объясняешь, что именно этот вопрос данного героя показывает открытым, честным и настоящим человеком. То есть компромисс вот такой есть? Это не компромисс. Это умение дожать и довести, собственно говоря, свое профессиональное дело до конца. Вы как профессионал, абсолютно профессионально задаете мне вопрос. Тина, скажи, пожалуйста, если я журналист, если я иду на интервью, если это интервью с политиком полностью согласовано, согласованы все вопросы, могу ли я задать еще один дополнительный вопрос? Вы знаете, разные политики, разные люди. У меня были ситуации, когда наоборот, они сами говорили пресс-службе, там те, кого я интервьюировала, я в рамках программы «Детали политиков» почти не интервьюировала, что нет, а мне понравилось, я хочу, все, пусть выйдет в том виде, в каком оно вышло. Или если это был, например, прямой эфир, ну в прямом эфире, понятно, ты можешь делать все, что хочешь, ну тут уже дальше сам себе ставишь рамки. А во втором случае, когда это, условно говоря, идет под запись, безусловно, под запись есть договоренности. Договорились об одном, ты сделал чуть больше. Дальше искусство тебя, как интервьюера, убедить пресс-службу, убедить интервьюируемого человека, что ему нужен этот вопрос, а не только тебе. Это же всегда игра, знаете, как не в одну сторону, это игра все-таки как бы и в те, и в другие ворота. Поэтому старайтесь убеждать, это очень важно, потому что если вы, как журналист, чувствуете, что вы можете сделать экстра, если вы настоящий журналист, вы всегда будете делать экстра. Спасибо. Можно, да, я задам вопрос? Тина, здравствуйте, меня зовут Рома, и у меня вопроса три, но очень коротких. Личный, шкурный и про профессию. Как хорошо-то. Да. Вопрос личный. Вы, несомненно, интересная личность, и интересно понимать, как вы живете. А, во сколько начинается ваш день, во сколько заканчивается, и с чего вы начинаете день? То есть, рано или быстро вы просыпаетесь? Это первый вопрос личный. Давайте сразу коротко. Сегодня я встала в 4.45, встала я очень бодро, значит, соответственно, позавтракала и поехала в Казань. Если бы я не ехала в Казань, я бы пошла на спорт. Встаю я в Москве достаточно рано, где-то плюс-минус 6 до 7, в зависимости от того, какая у меня загруженность. А первое действие, которое вы делаете, когда просыпаетесь? Я, честно? Да. Это прилично. Я делаю гимнастику живота. Так? Да, вакуум. Ну, я его часто показываю в сторис, то есть, это просто встаешь, и пока ты, соответственно, только открыл глаза, ты можешь сделать эту гимнастику, потому что она очень полезная вообще для того, чтобы проснуться, ну, и для того, чтобы был хороший пресс. А сколько заканчивается день примерно? По-разному, вы знаете, 8-9 стандартно. Но вот мы сегодня с Урстаном Нургалевичем говорили, вы знаете, очень неэффективно растягивать день. Если ты рано начинаешь, вот сложно, конечно, найти такое окружение, и выстроить окружение так, чтобы тебе в 8 утра все отвечали. Я не буду лукавить и говорить вам, что мне все отвечают в 8 утра. Но вообще, как руководитель, я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы, условно говоря, активная часть работы начиналась с 8-9 часов утра, вот это мой идеал, и, конечно, в 6 заканчивалась, если нет никаких форс-мажоров, если я не руковожу прямым эфиром, если нет, как бы, какой-то привязки к конкретному действию. Потому что мне просто кажется, что человек очень качественно в современном мире, в современном информационном мире, в цифровом обществе, может работать на протяжении, там, условно говоря, ну, 8 часов. Все остальное, конечно, становится полуработой, полуимитацией и так далее. Но так не всегда получается. Поэтому в зависимости от того, как заканчивается день, то есть я могу лечь в 11 часов вечера, я стараюсь, знаете, ложиться в 11, если честно. Я рано ложусь спать. Второй задам? Давайте. Это был личный? Это личный. Теперь шкурный. Я тут, как бы, не путаясь буквары, засланец. То есть, получается, я пришел, я не студент этого университета, я работаю уже давно. Я вижу, если честно. Ну да, я старше, чем они. И вопрос шкурный. Вы говорили о том, что многие профессии уйдут, сфера будет меняться. Я работаю в сфере маркетинга и ивента. И мне шкурный вопрос интересует, что будет, на ваш взгляд, сферой ивент-маркетинга? И сейчас очень много исследований на тему эмоционального маркетинга. То, что все покупки осуществляются эмоциями. И тот, кто научится управлять эмоциями потребителей, ну то есть, сделай фан, и бренд закрепится на подсознании у покупателя. Мне интересно ваше мнение. Не знаю, там один-два постулата, вот куда вот все будет двигаться в ивент-маркетинге. Покупка перестанет быть продуктом. Я сегодня об этом говорила с утра. Она станет процессом. Вы абсолютно правы. То есть, условно говоря, в одежду будут замонтированы какие-то датчиковый обувь, будут замонтированы какие-то датчики. И вот эти постоянные, вот этот контакт, он будет не только вот, ну я сейчас вот, условно говоря, в этих кроссовках, на которые все обратили внимание. И в этом весь смысл, чтобы просто в этих кроссовках идти. Дальше кроссовки начнут нести информационный смысл. Они начнут что-то фиксировать, они начнут поправлять плоскостопие, они начнут сообщать о каких-то показателях моего тела. И это же касается, я думаю, ивент-маркетинга. То есть... Многозадачность. Да, многозадачность. И, естественно, здесь можно будет продать только эмоцию. Потому что, опять-таки, VR-технологии. Нам не надо будет, понимаете, вот Капикс, он начнет себя изживать. То есть, чтобы сделать хорошее мероприятие, нужно было взять весь этот зал, застроить его чем-то. А мы им просто всем очки дадим и покажем то, что, собственно говоря, ни одна застройка не покажет. Поэтому вы абсолютно правы. Я думаю, что, конечно, будут эмоции, эмоции будут таргетированными. Искусственный интеллект сможет анализировать всех людей, которых вы приглашаете на это мероприятие. И поэтому, возможно, каждому будут давать отдельную персонализированную эмоцию, если фантазировать. Ну и третий вопрос, именно последок. Он такой, как вишенка на тортике. Я, как и вы, человек аналогового телевидения. И личный вопрос... Ну, нет, он не личный. Он такой. Вы не скучаете за проектами детали, я его еще помню, и проектом самый умный? Как ведущая. Вы знаете, вот я вам скажу такую вещь. Вот вы скучаете по программе «Сам умный», товарищи? Вот поднимите руки, кто скучает. Вы знаете, я вам честно скажу, у меня, как у ведущей, в принципе, я счастливый человек. У меня очень многое в жизни состоялось у первой в этой стране. Я первая взяла интервью Дэниела Крейга, когда он стал Джеймсом Бондом. Я первая интервьюировала Еву Грин. Я разговаривала с Андроном Кончаловским. Я разговаривала с Брюсом Уиллисом. Я разговаривала с Асан Санычем Карелиным. Я разговаривала с Алиной Кабаевой. Это все в рамках программы «Детали». Я счастливый человек, потому что, ведя программу «Сам умный», я пришла к тому, что в любой университет или институт, куда я приезжаю, везде встают дети и говорят, «Здравствуйте, мы из самого умного». Эти дети уже вдвое выше меня. Эти дети уже взрослые. Эти дети уже кто-то закончил, институт, университет учатся. Но это мои дети. У меня амбиции быть ведущей, вот уже как таковых, нет. Я могу это делать хорошо, но это пройденный этап в моей карьере. Если что-то интересное есть, вот я же тоже сейчас как ведущая работаю, я с удовольствием этот скиллсет использую. Но что меня реально беспокоит и от чего я грущу, то что программа «Сам умный», именно программа «Сам умный» несла, конечно, огромную образовательную функцию. Она делала образование модным. Она была одной из первых программ, которая сделала за 10 лет вперед самый важный шаг, геймифицировала образование. Это была игра. Сегодня даже искусственный интеллект обучают игре. Через игру, говоря, кстати, о маркетинге, говоря об образовании, почему сегодня есть определенная проблема в образовании, в восприятии лекции. Вот мне дети учатся, я же это вижу. Никто не готов слушать так долго лекцию. Представьте, если я вас буду вести лекции регулярно, я вам надоем. Вам надо, чтобы какая-то картинка появлялась, вам нужно, чтобы у вас были VR-очки, вам необходимо, чтобы, условно говоря, я показывала 4-5 видеофрагментов, кто-то еще появлялся, было какое-то действие, геймификация знаний. Вот сам умный геймифицировал знания. И мне очень жаль, что этого формата нет. Это западный формат, его надо покупать. Я была бы счастлива, если кто-то из федеральных каналов купил бы этот формат, и пусть без меня, но вернул бы сам умный на телевидение. А кого вы видите заменой вместо себя? Вы знаете, в самом умном, просто пересмотрите, было очень много талантливых детей. Там, начиная от Бори Белозерова, заканчивая рыженькой девчонкой из военного пансиона, там были такие ребята, которые в 10 раз круче, лучше меня, могут и вести, будут вести, и будут это делать, я уверена, с удовольствием. Точно кастинг будет хорошим. Спасибо за честность. Здравствуйте. Добрый день, Тина. Меня зовут Павел, я просто студент. Павел, я не... А, здравствуйте. Вот рядом с вами кто сидит? Это мой друг. Да? Итак, первые два факта предыстории моих вопросов. Во-первых, я точно уже определился с той сферой деятельности, которой я хочу работать. Это сфера медиа. Второй факт. В смысле, я на вас подействовала или вы до этого приняли решение? До этого. Слава тебе, Господи. Так, окей, обойдемся без второго факта, ближе к вопросу. А почему? Теперь уже даже интересно. А что? Я его скажу позже. Лично? Нет, у вас же нет времени, вы занята, я не буду тратить ваше время. Не знаю, мы же тут вместе с вами отжимались, вы еле-еле стояли рядом со мной. Ну, прошу прощения, буду стараться. Надо бы, честно говоря. Ну, так что там, расскажите. Итак, мы живем в такое время, когда, казалось бы, много возможностей, и нам все говорят, ты живешь в тот век, когда у тебя куча возможностей, просто океан. Но ты не знаешь, куда идти. Вот, ты представляешь этот океан, а куда плыть? Везде горизонт, который ты не видишь. И, итак, я точно знаю, что я не хочу писать. Я учусь на журфаке, я не хочу писать, я хочу делать какие-то проекты в сфере медиа. Но мои одногруппники говорят, ты тот человек, который нашел себя во всем и не нашел себя ни в чем. Потому что ты постоянно мечешься. То ты хочешь запускать телеграм-канал, который создаст единое информационное поле для студенчества Казани, то ты хочешь делать какой-то спортивный проект, чтобы развивать студенческий спорт и школьный тоже. Вот, в этом дело. Дайте совет, как определиться с нишей. Спасибо. Ну, я сегодня много про это говорила, дайте вам поаплодируем. Я много говорила про то, что нужно определить цель. То есть вы правильно говорите, что вы и ваши однокурсники правильно говорят, что вас сейчас разрывают, и это здорово, вам лет-то сколько? 18, 19? Так пусть вас разрывает на здоровье. Если вас хватает энергии, просто вы сами себе ставьте KPI. Условно говоря, вы говорите там, я хочу заниматься и делать там главный студенческий телеканал. Делайте. А что вам останавливаться? Вы хотите делать блог о спорте? Делайте. Просто ставьте себе KPI. Например, скажите себе, я должен сделать телеграм-канал, на который подпишется... Вот сколько человек учится в КФУ? 45 тысяч. Ну, поставьте себе хотя бы там планку, 10 тысяч человек должно подписаться на этот канал. Это не самая высокая планка. И начните директ этим заниматься, чтобы реально 10 тысяч подписаться... А еще лучше 45. Это вообще суперпобеда. Понимаете? То же самое касается спорта. Вы когда говорили, у вас горели глаза. Мы когда с вами здесь вместе по планку держали и пытались говорить, вы человек одержимый. Я же видела. Вы не умеете стоять в планке. Это первая планка была в вашей жизни. Вторая. Но знаете, что было круто? Что в момент, когда вот рядом с вами сидят мускулы, которые могли выйти, наверное, минут 10 стоять. Но он не рискнул. А у вас, я явно вижу, что с трицепсом проблемы, а вы вышли первые. И это дико круто. Это говорит о том, что вы бесстрашны. Это то, о чем я говорила. Возраст – это страх, потому что появляются ошибки и появляются поражения. А вы еще их не боитесь, потому что вы бесстрашны. Вот я вам искренне желаю, заканчивая свое выступление, оставаться таким бесстрашным. Просто вы будете не бессмысленно бесстрашным, а осмысленно. Ставлю себе четкий KPI. 10 тысяч, 45 тысяч, 50 тысяч. Пусть это будет очень высокий KPI, возможно. Но знаете, как говорят китайцы, дорога в тысячу льи начинается с одного шага. Ты поставь себе высокую планку, до нее, может, не дойдешь. Но по пути к этой планке, во-первых, будет интересно, а во-вторых, будешь самообразовываться, развиваться и учиться. Это самое главное. Спасибо большое. Ребят, я объясню, я бы осталась с вами, просто если я останусь, я не улечу. Аэрофлот летает по расписанию. Я еще обязательно приеду. Я всегда делаю большое селфи, никогда с этим не обманываю. То есть у нас есть возможность сделать и групповое, и индивидуальное селфи. Сделаем это достаточно быстро. Надеюсь, что смогу удовлетворить все пожелания. И сейчас, смотрите, когда я буду делать групповое селфи, заканчивая групповое селфи, у меня к вам еще раз одна просьба. Я хочу просто это закрепить. Скажите, пожалуйста, я вас попрошу напоследок, поднимите руки те, кто считает себя гениями в этом зале. Вот это самое крутое, ребят. Вот я в КФУ. Кто здесь гений? Мы! И всегда ими оставайтесь. Ничего не бойтесь. И чтобы без страха идти вперед. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ